Всем привет! Это пошаговая видеоинструкция о том, как оформить заказ на сайте iHerb для жителей стран СНГ и Казахстана. Также в этом видео я поделюсь с вами своими секретами о том, как в одном заказе получить больше товаров за те же деньги, как оплатить заказ, не имея карты виза, и как отслеживать вашу посылку онлайн и получать уведомления на свой мобильный телефон. Итак, все по порядку. Шаг первый. Регистрация на сайте iHerb. Регистрация – это очень важный момент. И даже если вы уже зарегистрированы, то все равно обратите внимание вот на что. Если вы новичок на iHerb, то у вас есть возможность получить скидку на ваш первый заказ. Размер скидки зависит от суммы заказа и составляет 10 долларов, если ваш заказ превышает 40 долларов, и 5 долларов, если ваш заказ меньше 40 долларов. Если вы еще не зарегистрированы на iHerb, и даже если вы уже зарегистрированы, но хотите получить скидку на ваш первый заказ, то просто скопируйте ссылку под этим видео и вставьте ее в адресную строку. Так за вашей корзиной закрепится специальный промокод iHerb, и сумма заказа будет автоматически пересчитана с учетом скидки. Итак, вернемся к регистрации. На iHerb есть поддержка русского языка. Язык выбирается в левом верхнем углу. Вот здесь. Чтобы зарегистрироваться на сайте iHerb, вам нужно перейти по ссылке «Аккаунт». Вводим адрес электронной почты, придумываем пароль, выбираем «Да» или «Нет», «Получать информацию от iHerb» и нажимаем кнопку «Создать». Теперь вы зарегистрированы на сайте iHerb. И для того, чтобы отредактировать вашу личную информацию и адресные данные, нажмите в правом верхнем углу ссылку «Аккаунт». Это ваш личный кабинет на сайте iHerb. В меню необходимо выбрать пункт «Личная информация». Здесь нужно ввести вашу имя и фамилию с латинскими буквами. После этого необходимо нажать на кнопку «Апдейт». Далее в меню нужно выбрать пункт «Адресная книга». В адресной книге содержатся ваши адреса для доставки посылок. Вы можете указать домашний адрес, адрес вашей работы или любой удобный адрес. Это информация для курьеров, которые будут доставлять вашу посылку. Чтобы добавить новый адрес, нажмите ссылку «Add new address» с левой стороны. Адрес нужно вводить следующим образом. First name – это ваше имя. Last name – это ваша фамилия. Латинскими буквами все. В адресе две строки. В первой строке набираем название улицы и номер дома. Во второй строке указываем номер квартиры. Если у вас квартира. Я всегда указываю так. В поле сети указываем ваш город. State, region тоже. Zip, postal code – это ваш индекс. Индекс нужно указывать точно. Это необходимо для расчета стоимости доставки. В поле country выбираем Казахстан. Адрес type выбираем shipping, то есть адрес для доставки. И нажимаем кнопку «Save». Готово. Теперь у вас заполнены адресные данные и можно переходить непосредственно к шоппингу. Выбирайте товары и добавляйте их в вашу корзину, где уже будет автоматически рассчитана скидка на первый заказ. Переходим ко второму и самому приятному шагу – это добавление товара в корзину. Выбираем товар, который вам понравился и который вы хотите купить. Например, я выбираю африканское черное мыло, которое я покупаю на Ахербе постоянно. Здесь можно указать количество и добавить в корзину. Давайте выберем еще что-нибудь. Например, масло шин. Выбираем количество и добавляем в корзину. После того, как вы нажимаете кнопочку «Добавь в корзину», открывается ваша корзина, где вы можете отредактировать ваш заказ. Поменять количество, например. После того, как мы отредактировали наш заказ, обязательно проверьте, что вы предоставили реферальный код CKV468. Этот реферальный код дает вам скидку 5% на ваш первый заказ в Ахерб. Если сумма ваших заказов будет более 40 долларов, вы получите скидку 10%. Она отобразится вот здесь. Если здесь будет какой-то другой стандартный код Ахерб, можно его просто удалить и добавить заново. Для того, чтобы рассчитать доставку, переходим в раздел, где указан вес отправления. Выбираем страну Казахстан и нажимаем кнопку «Рассчитать». Способов доставки несколько. Самый выгодный – это международная авиапочта. Этот способ стоит всего 4 доллара. Это уже проверенный способ. Посылки действительно доходят. Где-то в среднем идут 3-4 недели. Но нет возможности отслеживать вашу посылку. Чаще всего я пользуюсь способом доставки DFL Express. Этот способ доставки нравится мне тем, что есть специальный такой треки номеру посылки, который позволяет отслеживать. И приходят уведомления на мой мобильный телефон о том, где эта посылка находится. Я всегда делаю очень большие посылки, больше 60 долларов. И мне идет дополнительная скидка 5%, когда я делаю большие посылки. Поэтому я предпочитаю пользоваться DFL Express. Но вы свободно можете для вашего первого заказа выбрать способ доставки «Международная авиапочта». Это тоже очень надежно, просто вы не сможете отслеживать ваш заказ. Далее нам необходимо нажать кнопку «К оформлению», чтобы перейти непосредственно к оформлению заказа. Шаг 3. Это оплата заказа. Оплатить заказ на iHerb можно при помощи карты Visa. Вы можете взять свою обычную зарплатную карту. Главное, чтобы у ней был открыт доступ к интернет-транзакциям. Обязательно уточните это в своем банке. Если у вас открыт доступ к интернет-транзакциям, вы можете оплатить заказ на iHerb с вашей обычной зарплатной карты Visa. Если же у вас под рукой нет карты Visa и вам некогда идти в банк и заводить карту, я расскажу вам про один очень легкий способ, как вы можете оплатить заказ на iHerb без карты Visa. Для этого вам нужно зарегистрироваться в платежном сервисе Kiwi. Терминалы Kiwi расположены в магазинах, в аптеках, в различных торговых точках. И через этот платежный сервис вы можете завести себе карту Visa не настоящую, а виртуальную. О том, как работать с картой Kiwi Visa, я рассказала в специальном видео, которое вы можете найти у меня на канале. Итак, здесь вводим номер кредитной карты. Я, конечно, свои данные вводить здесь не буду, просто покажу вам номер кредитной карты, дата истечения срока действия, ваше имя латинскими буквами, как на карте, имя и фамилия, код, CVV трехзначный код на обороте, и затем нажимаем кнопку «Продолжить». Спустя некоторое время в вашей истории заказов отобразится сделанный вами заказ с его номером и информацией для отслеживания. Вот такой вот номер для отслеживания присваивается только тогда, когда вы выбрали способ доставки DHL Express. За это он мне и нравится. Если вы перейдете по ссылке, вы попадете на сайт отслеживания на английском языке. Чтобы отследить посылку на русском языке, нужно перейти на сайт dhl.ru. В данном поле ввести номер для отслеживания и нажать на кнопочку «Отследить». Вот так как уже прошло достаточно время с того момента, как я сделала заказ, то информация на сайте уже не сохранилась. Поэтому я вам сейчас не могу показать, но могу рассказать, как настроить уведомления, чтобы к вам приходили на мобильный телефон о том, в каком городе сейчас находится ваша посылка. Для этого существует функция DHL Express SMS. Просто набираете SMS с номером вашей накладной. Напоминаю, что номер накладной – это вот. пункт в графе «Отслеживание в истории заказов» и отправляете это сообщение по номеру «Плюс 44-7720-33-4455». Через некоторое время вы получаете сообщение, содержащее детальную информацию о статусе вашего заказа. Еще одно уточнение о таможенном оформлении. Каждая посылка, которая приходит в Казахстан и которая имеет материальную стоимость, должна быть оформлена на таможне. И если вы подписались на уведомления по e-mail или по SMS, то вам обязательно придется сообщение о том, что вам нужно перейти на сайт «Е-ДХЛ-КЗ» и перейти в раздел «Таможенное оформление». Переходим в раздел «Таможенное оформление» для физических лиц. И скачиваем форму для отправки договора. Вот, скачать договор с DHL. Вам необходимо этот договор распечатать в бумажном виде, заполнить его и подписать. Вот так он выглядит. Вот здесь нужно заполнить, подписать. Потом этот договор нужно отсканировать. Также нужно отсканировать удостоверение личности и отправить на вот этот вот электронный адрес speed.customs.dhl.com и при этом указать номер авианакладной в теме письма. Все, на этом процедура таможенного оформления для вас заканчивается. Остальное сделает компания DHL. Ну и напоследок хочу вам показать один интересный фокус с корзиной на iHerb, когда за те же деньги в одном заказе можно получить больше товара. Или даже за меньшие деньги. Смотрите, мы заказали 7 бальзамов, 2 щетки, 3 масла и 6 мыл. В общем, сумма заказа составила 58 долларов у 72 цента. С доставкой вместе это получилось 78,20. Первое, конечно, это нужно использовать обязательно реферальный код для того, чтобы получить скидку 10%. Но это еще не все. Так как мы выбираем наш любимый способ DHL Express, в котором заказы более 60 долларов получают 5% скидки. И если ваш заказ находится где-то на границе 57-58 долларов, то вы можете поиграться с каким-нибудь легким продуктом типа блеска для губ и получить больше блеска за меньшие деньги. Смотрите фокус. Общая стоимость заказа 78,20 доллара. Добавляем еще один блеск для губ. Обновляем корзину. Вуаля! Мы получили 8 блесков за 77,49 долларов. 8 блесков это гораздо лучше, чем 7. Не правда ли? Так, играясь с мелкими товарами и имея заказ в районе 58 долларов, мы можем себе сделать маленький подарочек и немножко сэкономить. Но это такой мой маленький секретик, конечно. Если вам понадобится и будет полезным, то я буду рада. Спасибо за внимание. Это была Марина Шахова. Подписывайтесь на мой канал, в котором вы увидите мои отзывы на продукты, которые я заказываю на сайте iHerb, обзоры лучших продуктов, новинок, различных акций, скидок и очень много интересного для тех, кто любит все натуральное и органическое. Спасибо большое за внимание и всего вам доброго!